Ночь, крепость музыка. В Каменец-Подольском зажигает один из самых мощных музыкальных и стрит-арт-фестивалей. Что будет, если смешать рок, классику, джаз и поэзию? Давайте посмотрим. Самый ожидаемый музыкальный фестиваль Украины Республика с размахом стартовал в Каменец-Подольском. На три дня крепость 16 века превратилась в огромную сцену. У нас лучшие украинские артисти, которые даже очень редко выступают. Вот, соответственно, лайнап у нас уникальный. Про локацию, напевно, не будет очень много говорить, потому что вы и так знаете, что у нас она, напевно, найкращая из всех фестивалей Украины. Рок, электроника, джаз, классика, поэзия. На фестивале музыка звучит отовсюду. Работают сразу четыре сцены. За три дня здесь выступят 60 исполнителей. Кроме уже известных групп ждут и новичков. Это к своему дебюту готовятся молодые музыканты. Music Factory – уникальный проект, который объединил украинских и немецких исполнителей. Несколько недель они готовили свой репертуар для фестиваля. Впервые объединились украинские и немецкие музыканты вместе. И они создали свой родный и уникальный общий проект, в котором объединились очень разные жанры, стили и направления. Силь этого проекта, чтобы люди не знали один одного. Возле сцен – палаточный городок. Здесь самые заядлые меломаны проводят по несколько дней. Юля из Белой Церкви готова жить без удобств, лишь бы услышать любимых исполнителей. Это классно, потому что молодость створена для того, чтобы ездить, подорожевать. На фестивале в этом году рекордное количество гостей – около 10 тысяч. Отпрашивались, последний день не потратила на дорогу, но приехала. Республика – не только музыкальный фестиваль, говорят организаторы. Это еще и арт-ивент. Ежегодно во время этого массового празднества разукрашивают местные многоэтажки. Результат творчества можно увидеть в Google Street Art Project. За 7 лет мы сделали 50 муралей в одном маленьком городе. Этот год у нас попросили утворить риск на детском садочке и на роддоме. Завершится фестиваль сегодня далеко за полночь. Еще больше драйва, креатива и музыки обещают организаторы фестиваля в следующем году. Уже даже ищут другие города и локации, чтобы новая республика получила новое звучание. Ольга Палмарюк, Игорь Рико, подробности, телеканал Интер, Хмельницкая область.